Ну, собственно, сейчас мы с вами прослушали два таких юридических доклада, и теперь предлагаю чуть-чуть перейти к практике, к такому большему взгляду со стороны бизнеса, который в этой сфере я приглашаю Александра Иванова, Waves, который поделится на регулирование криптовалюты. Здравствуйте, я Александр Иванов, Waves Platform. На самом деле, это была моя идея провести это мероприятие на Красном Эфибре, потому что мы здесь находимся. В принципе, я плотно занимаюсь криптовалютами со стороны бизнеса, разработки, почему я захотел бы провести, потому что мы проводим очень много девелоперских мероприятий, и постоянно на них кто-то спрашивал, не посадят ли нас всех в тюрьму? Это был очень частый вопрос, и он мне надоел, это была некая табу уже, когда человек начал это спрашивать, говорили ему замолчить. И вот я хотел провести такое мероприятие, чтобы наконец-то к нам сказали, посадят нас в тюрьму или не посадят. Они все успокоились или наоборот, побежали куда-нибудь. Передо мной великолепный доклад был Элины. Действительно, я, наверное, буду где-то с ним пересекаться. Много нового для себя узнал тоже, и даже некую новую перспективу получил на текущую ситуацию. Но я все-таки расскажу про мое видение какое-то со стороны бизнеса, со стороны девелопмента, со стороны человека, который занимается этим профессионально достаточно давно. Начнем, как бы это уже упоминалось, да, вообще о чем мы говорим. Говорим ли мы о блокчейне или о биткоине? Да, то есть надо понимать, что это в принципе разные абсолютно вещи. Биткоин был первым приложением блокчейн-технологии, самым эффектным. Люди думали, чем они могут потрясти мир, а чем еще можно более эффектно потрясти мир, чем сделав независимо ни от кого деньги. Но блокчейн к этому, естественно, не сводится. То есть это просто распределенная база данных и ничего более. Что такое блокчейн-технологии? Это способ синхронизировать распределенную базу данных через общие транзакционные логики, если даваться в детали технически. Здесь нет упоминания о деньгах, нет упоминания о суррогатах. Это просто база данных. Это надо понимать, когда мы говорим о легальности чего-либо в биткоин-сфере. Биткоин позволяет переводить деньги. Блокчейн – это просто технология, на которой он сделан. Это применение к специфичной, весьма проблеме на самом деле, к переводу средств, к value transfer. То есть биткоин – это сильно денежный суррогат. Здесь как бы по-другому не скажешь. Это нечто, что может использоваться как деньги. А блокчейн – это просто технология. Это надо понимать и это аксиматически истинно. Я думаю, большинство присутствующих в зале понятны, но всегда их полезно напомнить. Давайте немножко подумаем с точки зрения девелоперской перспективы, с точки зрения технологии. Государство решило запретить биткоин. Что делать вообще? Можно его выключить? Есть ли рубильник биткоина? Мы повернем его и все выключим. Я думаю, что биткоин выключить можно в данном его состоянии. Он достаточно централизован. Это карта майнинговых нот биткоина. Кстати, видим не майнинговых, а вообще всех нот биткоина. Видим, что в России не так уж их много, кстати. В Америке и в Китае тоже немного. Что странно, да? Потому что весь майнинг в Китае. Потому что… И это причина, почему можно выключить биткоин. Потому что нот-то мало, но там все пулы находятся майнинговые. То есть биткоин практически централизован. Есть ряд пулов, гигантских ферм, гигантских заводов по производству биткоина в Китае. Которые стоят в горах, где построены металлирующие станции специально под это. И они майнинят биткоин. И действительно их можно теоретически выключить. Но вообще нот порядка 6 тысяч в сети биткоина. И, конечно, 6 тысяч нот задавить будет достаточно непросто. Можно довосить ноды. Можно пытаться выключить электричество на фермах майнинговых. Но в принципе он в данном состоянии достаточно стабилен. Но все же задавить его можно. Ресурсы сопоставимы примерно с общей капитализацией биткоина. То есть если вы потратите на это порядка миллиарда долларов, биткоин вы, наверное, как бы закроете. Можно сделать это и проще. Допустим, внеся какое-то разногласие в среду разработчиков. Это будет сделать значительно проще. Потому что они так постоянно ссорятся. И тем самым ставятся в биткоина под сомнение. Но для этого нужна серьезная политическая воля на самом деле. Нужно понимать, зачем это делается. И какая группа людей вообще может это сделать. Кому это нужно вообще запрещать таким образом. Кроме того, биткоин можно сильно задавить из-за его централизации, майнинговых пулов. Можно какие-то там политические вещи в среди разработчиков внедрить. Но надо понимать, что запретить децентрализованные деньги на облачении технологий весьма непросто будет. И если государство пойдет по этому пути, что будет происходить? Уже появляются валюты типа Dash, Monero, Zcash, которые гарантируют некую анонимность транзакций. Кроме того, можно пускать весь трафик через сеть Tor. Чтобы действительно будут ноты прятать и нельзя будет понять, что досить. И так далее и тому подобное. И будет бесконечная гонка вооружений. Которые мы были свидетелями. Это фактически торренты. Торренты есть и работают. Закрываются сайты типа Pirate Bay. Хотя Pirate Bay до сих пор работает. Но торренты работают. И в принципе большие деньги были вложены в то, чтобы закрыть торренты. Но за два десятилетия фактических существований, ну там полтора, этого не случилось. Потому что стоимость закрытия торрентов очень-очень велика. Можно на центральном уровне закрыть это. На уровне фаерволов государственных. Но как бы государство это не сделало. Потому что все-таки это очень сложно. И голливудские студии, которые выступали за это, не смогли этого добиться. Поэтому я думаю, что в случае биткоина надо понимать, что технология аналогична. В случае блокчейн-технологии, в случае суррогатных денег на блокчейне. Надо понимать, что это фактически аналог торрентов по большому счету. И закрывать его будет очень трудно и сложно. И будет гонка вооружений. Будут придумывать и новые способы обхода. То есть фактически это может работать вообще без интернета. По большому счету. То есть такие сети могут работать напрямую. Какие-то peer-to-peer-connected через Wi-Fi. Как работает FireChat, например. То есть это как бы бессмысленно на самом деле. По большому счету. Зачем это делать, если можно просто интегрировать то, что есть в существующую экономику и получать действительно некую прибавку, некую добавку к ВВП. Надо понимать, что действительно биткоины и блокчейн-технологии, они объективную природу уже несут. Это та технология, которая в принципе человечеством до этого не делалась. То есть это децентрализованная система. То есть она существует как некое такое облако, не как клауд-технология, которая похожа на настоящее облако на небе. То есть оно существует объективно. Фактически. То есть по крайней мере либо к этому и стремится. Вне нашего желания. Фактически. То есть вне желания государства. И люди начинают это понимать в регулирующих структурах. И получается, что при понимании того, чем является блокчейн, государство становится выгоднее контролировать точки входа и выхода реальных денег в блокчейн. И тогда оно интегрирует практически существующую экосистему, уже сформировавшуюся криптовалют, в реальную экономику. И здесь, наверное, выбора другого нет. То есть не вдавая все эти детали и в такую юридическую казуистику, на высоком уровне надо понимать, что государство должно контролировать точки входа и выхода фиатных денег, то есть реальных денег в эту экосистему. И это в принципе единственный путь для государства. То есть возможно это очень такое общее утверждение, но я думаю оно верное по большому счету. То есть только контролируя точки входа и выхода можно что-то действительно как-то интегрировать. Не пытаться бороться с ветряными мельницами и высечь море, а реально интегрировать биткоин и криптовалюту в экономику и получать до того доход. Вот эта карта как бы текущего состояния легализации биткоина по странам. В принципе полезно на нее посмотреть. Зеленое обозначает, естественно, разрешение. Contentions, это желтенькое, обозначает такое шаткое положение, непонятное. Черное Anon и Astile. Это буквально три страны. Эквадор, Боливия и что-то еще, Исландия. Понятно почему. Это все страны, которые имеют проблемы с капиталом. Там присутствует капитал-контрол. В Европе «irlout» по-немецки написали, потому что Германия здесь, наверное, лидирующую роль играет. Сейчас в криптовалютах в Европе, по большому счету, с моей точки зрения, как упоминалось передо мной, в Германии это как бы частные деньги. В принципе, они находятся в руке директивы Евросоюза о том, что традиционное законодательство неприменимо к биткоину. Надо понимать, что действительно важно отметить, что биткоин, по большому счету, не признается электронными деньгами нигде. Как ни странно. Хотя есть в Европе и законодательства в бритонных деньгах. Не буду углубляться. В юридической катали, в принципе, я их сам не знаю. Но надо понимать, что есть закон о электронных деньгах в Европе. Но биткоин по нему не идет. На то есть много причин, естественно. И он как бы в Германии, например, анализуется как частные деньги. Соответственно, в Англии тоже как частные деньги. И поэтому есть отдельные директивы, которые говорят о том, что эти частные деньги не облагаются НДС. То есть это фактически деньги. Это не есть товар. В Штатах ситуация какая. В принципе, Штаты наиболее далеко продвинулись. Они настолько далеко продвинулись, что продали 30 000 биткоина, которые были конфискованы у Silk Road на государственном аукционе. U.S. Marshall Service конфисковал 30 000 биткоина и продали на аукционе государственном. Это достаточно интересный факт. И чем интересен опыт США? Тем, что там есть как бы фактически самое продвинутое регулирование в штате Нью-Йорк. Они сделали регулирование специально биткоина. Это New York Bit License. Которая регламентирует, что можно делать с биткоином. Кто это может делать и что можно делать с биткоином без лицензии. Это очень важно, я считаю, потому что действительно выделили. Они признали то, что биткоин трудно впихнуть в существующие рамки. И действительно сделали лицензию. Сделали под него отдельное законодательство. Я считаю это верный путь. Потому что не пытаться впихнуть его в то, что есть на текущий момент в те правовые рамки. А действительно дать ему возможность существовать в новом каком-то правовом поле. И Bit License это очень интересная вещь. Американские биткоин люди очень протестовали. Потому что там порядка 10 крупных компаний пришли из Нью-Йорка. Но я думаю альтернативы ей нет. И в штатах такая ситуация, что в каждом штате нужно принимать свои законы. То есть там федерального закона нет такого. Допустим PayPal должен был получить лицензию в каждом штате. Соответственно я думаю, что Bit License будет распространяться на всю Америку тоже. И надо сказать, что он четко регламентирует, что можно делать без лицензии. Можно делать программное обеспечение для биткоина, для криптовалют. И можно просто хранить его. То есть покупать как инвестиционный инструмент, либо платить. Все остальные виды активности, майнинг, обмены и прочее, они должны быть подкреплены лицензией соответствующей. Кроме того интересный, конечно, тут существует забавный момент, что FinCEN, то есть агентство по финансовым преступлениям признало биткоин виртуальной валютой. А CTFC – это коммунити комиссион, которая фьючерсами регулирует. Она признала, что биткоин – это товар. Это достаточно забавно, но в американских реалиях это не приводит к проблемам, потому что в Америке нет НДС, на самом деле. Одна из главных, единственная, наверное, мировая экономика, в которой нет НДС. И поэтому, как бы, там такой юридический проблем, на самом деле, в этом не вызывает большого. В Азии разрешено, на тренировках финансового штата разрешено, как бы, в скобычках, да? Потому что в Англии, ой, в Англии, в Азии, что значит разрешено, да? То есть это разрешено неформально. Что сделали китайцы? Они сказали, что банки не могут торговать биткоином, и вообще юридицы не могут торговать биткоином. В 2014 году, в конце 2013-го запретили всем банкам вообще, там, как бы, торговать биткоином. Но они полностью разрешили физлицам, да? И как работают биткоиновые оншорные биржи в Китае, да? То есть не офшорные, а оншорные. Там есть, как бы, счета Alipay, через которые люди гоняют на физлиц гигантские суммы денег. Это вот такой азиатский путь, формально ничего не разрешая, тем не менее, как бы, показать схему, по которой все должно идти. Сейчас, что происходит в Китае? Сейчас большое событие в Китае. Возможно, многие знают, присутствующие, которое может повлиять серьезно на биткоин. Они начали сильно давить на биржи китайские, заставили их вести торговые комиссии. В Китае не было торговых комиссий на биржах, и как они зарабатывали, в принципе, непонятно, да? То есть, на самом деле понятно, а они, как бы, фактически манипулировали ценой биткоина, чего же это скрывать? Вот. Сейчас они этого делать не могут. Объем на китайских биржах упал в десять раз, мгновенно, просто, буквально, три дня назад, когда ввели комиссию. И это будет сильно влиять на биткоин. Давайте какие-то общие, как бы, вещи. Немножко у меня неправильно слайд сделал, ладно. Общие вещи отметим в разных подходах, да? Так, люди не понимают, что такое регуляторы, да? Они принимают правильную позицию, выжидательную. Давайте посмотрим, что будет происходить. И поэтому они ограничиваются циркулярами. Если вы обратите внимание, зайдете в Википедию, посмотрите на, там есть страница, там, Legal Status of Bitcoin by Country. И, как бы, там написано, там, не знаю, Айквадор, там, циркуляр такой-то, там, Норвегия, циркуляр такой-то и так далее. То есть, нет законов, есть какие-то письма, там, организаторы этих регуляторов, которые говорят, что это опасная штука, да, как бы, не надо ей пользоваться. И есть такая ситуация, что никто особо не понимает, что сказать на этот счет. По большому счету, в большинстве юрисдикций, да, Биткоин признается ближе к деньгам, к средствам, просто, как бы, какой-то foreign currency, чем к электронным деньгам. То есть, он не подчиняется законодательству по электронным деньгам, я так понимаю, в Евросоюзе и вообще нигде. То есть, поэтому он ближе становится к иностранной валюте, то есть, к обычному, как бы, валюте иностранного государства. И правильная тенденция сейчас началась, что он, потому что, действительно, здесь технология опережает законодательство, и невозможно засунуть технологию эту, старая законодательство. И есть понимание, что нужно делать отдельные под него правовые акты. Вот, это, как бы, слайд был до этого. Немножко перепуталось, но еще раз расскажу, ладно, про это. Важный вопрос, который поднимался, я напомню про него и Элина, и перед этим, что это такое, деньги или товар, да? В Евросоюзе явно сказано, что это деньги, на этот НДС не налагается. В США ситуация такая, что, как бы, нет НДС, поэтому это не такая актуальная проблема. Но, допустим, в некоторых санитарских странах, вот в Израиле неделю назад примерно, было принято некое письмо, было, по-моему, Центробанка, что, допустим, и биткоин – это фактически продавление биткоин к товарам, да? То есть это, как бы, валюта, но это валюта непризнанная, поэтому на нее нужно платить НДС, как бы, да? То есть я не очень понимаю, как это будет работать реально, как можно платить НДС на операции с биткоином, но люди пытаются заставить. Фактически, ну, с другой стороны, некоторые вещи на блокчейне, они могут быть товаром, по сути дела, да? То есть зависит от того, как мы используем эти токены. Мы можем, допустим, токен привязать к некому товару, например, да? Или к купону, или к чему-то еще. То есть, главное разделять уже блокчейн токены и сам биткоин как таковой. И на облегчение можно действительно выпускать такие токены, которые будут ассоциированы с товаром на самом деле, да? То есть это, как бы, некие купонные схемы, программы лояльности, и вот такие штуки теоретически как-то можно перевязать к товару, например, да? Но вот поэтому, потому что биткоин-технология, она, как бы, агностик то, что называется, да? То есть она определяется тем, как мы ее используем, да? То есть все, как бы, ее правовые нормы, как бы, извне определяются, да? И не изнутри. То есть если мы хотим использовать блокчейн токен как товар, то это будет товар. Но биткоина, очевидно, да, он используется как средство платежа в основном. У него есть инвестиционная составляющая, но я думаю, она уходит уже, потому что время, когда биткоин вырос там от 5 долларов до 1000, это уже такого не повторится, да? То есть это уже все-таки не акция, это уже больше деньги. Поэтому деньги значительно естественнее для биткоина, чем товар. Но какие выводы мы сделаем из этого всего, да? То есть надо понимать, что технически закрытые криптовалюты можно, если сильно вообще захотеть, но это сложно, дорого и непонятно зачем на самом деле, да? Зачем это нужно, кому? Это должна быть какая-то очень централизованная организация, которая действительно поставила свою целью это сделать. Не очень понятно, зачем это ей нужно. Поэтому проще регулировать его и контролировать точки входа и выхода реальных денег, фиатных, в и из криптовалютной экосистемы. И понимание такое приходит более-менее в большинстве стран, что это скорее деньги, чем того. С моей точки зрения, какие сценарии тут я может как-то немножко прозручу. Не очень убедительно на фоне предыдущих ораторов, но все-таки свое видение ситуации в России тоже озвучу. Какие могут быть сценарии? Это и закон о либературе на деньгах. Может туда его, конечно, туда его как-то прикрутить, наверное, да? А платежные системы могли бы поддерживать это. Я так, насколько понимаю, такие попытки были платежными системами в России, крупными, но они не решили. Такое желание было. С другой стороны, можно считать его иностранной валютой. Тогда можно действительно открывать биткоин счета в банках, на самом деле. Или как бы, допустим, металлические счета открываются, золотые. Вот тоже такая схема может быть. И, допустим, будет там какой-то банк, например, может быть банком-корреспондентом по биткоину. Это как бы схема такая немножко смешная, но она может работать на самом деле. То есть в данном случае. И то, что представляется наиболее разумным, да? Это сделать отдельную лицензию для биткоина, скопировая, например, американский опыт. Это то, что, в принципе, наверное, наиболее перспективно. Потому что здесь вопрос масштаба биткоина, да? То есть, наверное, не хотят связываться регуляторы, потому что слишком маленькая история, да? Но это вопрос времени, и я думаю, что рано или поздно придется обратить внимание и либо в закон об электронных платежных системах, либо отдельно что-то такое дополнение сделать и выделить биткоин, некий новый класс финансовых инструментов, которым он является. Потому что блокчейн-токены – это новый класс финансовых инструментов, которые не сводятся к ни одному из существующих. По сути, блокчейн-токен, он объединяет в себя деньги, ценные бумаги, деньги, доли в компании, то есть, как бы, equity, и там еще голосующие права туда можно прикрутить, потом какой-то функционал еще другой там. То есть, это здесь очень обширное применение блокчейн-токенов, и оно требует, наверное, отдельного лицензирования. Вот. Мои контакты. Хотел бы в конце отметить, что мы планируем создавать ассоциацию блокчейн-технологий в России, и будем объявлять это, скоро будет возглавлен Виктор Насачевский, это вентеран российского финтех-движения. Он основал систему Рапида. И всех желающих приглашаем присоединиться. Она будет сделана по модели ассоциации электронных платежных систем. Там участвуют люди из этой организации некоторые. Она достаточно успешно себя показала. И, соответственно, мы хотим повторить это с блокчейном. То есть какой-то создательной компетенции, в которой будут люди обращаться по поводу блокчейн-технологий. Спасибо большое. Коллеги мои, чуть-чуть... Я не понимаю, все время я включен. Мы чуть-чуть выбиваемся из графика, поэтому два вопроса. Я тоже, опять же, воспользуюсь своим брауном. Второй раз, по-моему, да. Браун на ответственность. Саша, спасибо. Очень интересный заклад и очень интересен твой взгляд. Вот скажи, ты как представитель бизнеса, как человек, который общаешься на регулярной основе с проектами, с точки зрения наиболее привлекательной юрисдикции, какую мог бы выделить и вы как Waves? Вы в какой юрисдикции зарегистрированы и почему, если можешь, кратко? Ну, я думаю, что офшорные юрисдикции, в принципе, нормально сейчас работают. Но я бы выделил, конечно, Сингапур, Гонконг. Вот Азия более спокойно к этому относится. И там, действительно, нет таких вопросов к законам о ценных бумагах. Там вот нет такого американского, анно-саксонского немножко нервного отношения к security laws. То есть они как бы не так переживают по этому поводу. Я считаю, что Азия здесь, на самом деле, оптимальный вариант. В Европе, наверное, Люксембург сейчас, я думаю, вообще известно. Были какие-то движения в сторону биткоина. Остров Мэн. Ну, Остров Мэн там, я так понимаю, очень большие требования по отчетности. Я бы выделил Азию, на самом деле, сейчас. Спасибо. Коллеги, давайте на вопрос, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Олесь. У меня вопрос про бизнес. Расскажите, как вы делаете бизнес в ситуации полной юридической неопределенности? Я сейчас слышу, что есть надежда, что будет регулирование там, в одной и другой стране. А вам надо каждый день нанимать живых людей на работу, приходить в настоящий офис. Ну, здесь технология опережает законодательство, да. То есть мы ничего не нарушаем, естественно. И, ну, как бы, действительно, здесь какая-то серая зона. Ничего не поделаешь, мы не находимся. Надо понимать, что здесь действительно технологии идут немножко впереди. И кто-то должен на себя брать этот риск. Хотя, я считаю, небольшой, потому что мы действительно стараемся вписаться максимально в правовое поле, да. Но, как бы, приходится вот так вот как-то выкручиваться. Коротенький вопрос, логично. Почему вы решили брать на себя этот риск, выкручиваться и... Ну, кто-то же должен развивать такие технологии. Что же, что же продолжаешь? Делали вы какие-то проекты с ценнейшего coin offerings? Да, 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 мы их, да, у нас, мы сильно развиваем тему ICO. Пытаемся полностью ввести в правовое поле, ну, насколько это возможно. Как вы описываете процедуру с точки зрения due diligence по проверке, для того, чтобы инвесторы верили, так сказать, в размещение этих coin offerings? Вы понимаете, сейчас как бы, ну, то есть, due diligence здесь может быть только неформальная, да, нет, как бы, здесь каких-то формальных требований. И, допустим, мы делали ICO, и я абсолютно, у нас все абсолютно прозрачно, все знают, где мы находимся. А кто тогда покупает, получается? Покупают люди, которые верят. Это все не регулируется. Это, как бы, ну, это, конечно, дикий запад, надо понимать, да, но это развивается, и так всегда развивались новые технологии. Попадали уже по мошенничеству в этом. Крупных, не, попадали очень много, конечно. Но я бы сказал, что очень крупных мошенничеств пока не было, потому что до какого-то уровня, как бы, сообщество способно фильтровать мошенников. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Саша. Спасибо за это. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ